так поехал все лишь ютубера в 2024 году буквально самый лучший гайд и комплексные советы по куда блять один и один блять скорость выбор комплекту если ты собираешься заниматься чем-то в интернете чтобы такого купить за небольшой бюджет чтобы максимально быстро ворваться в движуху клоунство на ютубе или твиче ура я клоун блять мой путь по жизни это завод зарекаться здесь тоже не стоит ты не знаешь какие дурные мысли тебе придут в голову перед сном возможно завтра захочешь начать стримить или твой уголёчек резко захочет снимать летсплей по майнкрафту а ты уже тут как тут со своими советами благодаря этому ролику скорее всего друга у тебя после этого не станет потому что никто не любит получать непрошенные советы но зато все любят за маленький бюджет получать качественные товары давайте без лишних слов просто начнем с самой базированной базы это микрофоны так как у нас затопчик для ютубера стримера это было очевидными от микрофона союз бывает то что ты будешь светиться в кадре и визуальная составляющая всяких девайсов играет немаловажную роль в данном случае микрофон является наверное самой главной вещью в кадре который привлекает на себя больше всего внимания поэтому здесь мы не будем игнорировать его визуал и вы наверное сейчас подумайте фиспект опять будет задирать про свои фифайные нет maona dm30 как по мне он является более интересным вариантом если говорить прям про самые бюджетные микрофоны во первых он дешевле фифайна во вторых фифа лет он подключается через этот джек блядь сейчас у каждого второго и он является заезженным что ли maona явно в кадре будет смотреться интереснее вообще интересно реально выглядит прикольно качество звука понятно дело чуть чуть похуже но при этом микрофон и бюджетнее если не сравнивать с фифайным то звук просто отличный но самая главная причина почему этот микрофон интереснее фифайна как самый начальный это его софт который реально крутой которым помимо по меня вот такая вот хуйня была включена в их функции типа подсветки и громкости есть также эквалайзер компрессор лимитер и готовы просто потыкать что понять что больше подходит для твоего голоса как самый базовый микрофон с хорошим качеством звука и фишечками будет демонстрировать какое как мало на м30 но если денежек побольше и качество звука хочется побольше то советую фифайн а8 если денег еще больше и хочется всякие разные режимчики у микрофона то фифайн а9 или а это я не советую это блять у меня был блядите когда он люто хайпил там вот эти есть режимы но когда мы их использовали но раз в год блять другой режим использовался это хуйня 8 плюс одно и то же но это уже настолько заезженные микрофоны что долго останавливаться на них не будем миллиард обзоров в интернете даже у меня было но если допустим ты живешь с родителями или у тебя просто большое эхо и шум в комнате более грамотным приобретением будет купить себе динамический микрофон который не особо дороже всего остального это фифайн а м8 и здесь помимо того что он динамический и постороннейшим но у меня он был я все игорю кстати отдал на починку и нихуя и лежит улавливаться это реально хайповый тот и хороший звук и со стороны нихуя не слышно микрофон является комбинированным и в будущем ты можешь засунуть в него xlr кабелетчик и подключить какой-нибудь аудиокарте например от тех же фифа и на зато вот это хайповая тема 10 тысяч что дороговато но никто тебя не заставляет покупать аудиокарту прям сразу в начале твоей стримерской ютуберской деятельности еще один из неочевидных плюсов в этот микрофон отлично рейджить есть такой стример как дрэк и тоха он у них как основной и наверное самые забавные клипы это где они в него орут а так как мы выбираем микрофон для стримера это суха у меня самая хуевая для ранее микрофон показать вам чё будет это потом вы замечаете потом еще идет заглушение несколько секунд но это нем не это не микрофон на самом деле это аудио карта тубера не стоит игнорировать этот забавный момент микрофон отлично подходит для пригрузки вашего голоса если обобщить то в целом бюджет где она на виде микрофона это до 5000 рублей а раньше за такой бюджет можно было купить только самсун самсунг влияет на что мы живем в четвертом году завидую школьникам которые растут прямо сейчас конечно же для стримера ютубера нужно как-то себя снимать и нужно выбрать веб-камеру но тут я хочу поругать всех остальных обзорщиков почему-то люди снимают все в дефолтном режиме с автонастройками что категорически неправильно любая бюджетная веб к требует куча света и куча кручения сука я только сейчас заметил как же он байтит на комментарии блять сука как же сильно блять он байтит ползунков хоть сам сейчас и диск упай все вебки и делай отдельный видос про них если интересно пишите в комментариях но пока я думаю не особо вам это интересно из того что есть на сегодняшний день про логи течь просто забудьте все 920 блять но когда я был на заре ютуберство стримерство это был один из самых лучших вариантов я на нее собирал донаты потом еще у меня было селфи что и ребята я купил камеру но блять но это все равно хуёво потому что надо очень много 2 это мега устаревшая вебка которая никак не идет в ногу современностью а цена на нее не падает как было 8000 так и осталось только на авито гораздо интереснее будет рейзер кая которая на 3000 дешевле имеет кольцевую подсветочку более качественную картинку и более правильный тон кожи на них у яся и бушу нашел как бы до модель такую для того чтобы уточнить на просит лить как зомби а самое интересное что на всякие праздники типа черной пятницы 11 11 и всякие распродажи на зоне можно вообще и рвать за тысячи четыре сейчас самое охуенное время черная пятница осенью блять 11 11 осенью нахуй новогодние скидки зимой то есть сейчас все скидки прошли он говорит бля возьмете на скидках ребята год подождите сейчас бля это будет лучшим вашим приобретением но мы живут и нужно срочно можно присмотреться к ордору но ордор я не уважаю на дороге на мерзко хотя качество картинки неплохое если нужно прям срочно купить вебку если же вебка нужно поскольку поскольку чтоб просто попробовать ворваться мирство и не особо много денег потратить то можно до 2000 взять от фифа и нам бы она еще 1400 будет огромный рыбий глаз широкоугольный угол никакого фокуса никакого блюра но если говорить про мегапиксели и именно про качество то до 2000 неплохо только зачем тебе вот это вот все надо если у тебя есть телефон что на андроиде что на айфоне можно подключить через специальные приложухи к вашему компу подожди что что ты сказал фон что на андроиде что на айфоне может андроид это операционная система айфон это телефон на хуй в котором есть и детали и операционная система и камеры на хуй бля я сука ребята чтобы вы выбрали windows или утку вы по такой какой бы вот windows или может быть все таки давайте сравним линукс и звоночек ring for sex вот какая вам больше от нравится какой выбор нужно подключить через специальные приложухи к вашему компуктеру использовать камеру телефона как вебку иногда заходишь к маленькому стримеру спрашиваешь иначе ты снимаешь он такой а я на айфончик на самсунг и ты такой нифига но вот айфон и самсунг но еще как-то можно было сравнивать да но опять же это выглядит слишком хорошо чтобы покупать себе в принципе в к 1 сосунг но есть два существенных минусом это неудобно и у тебя деградирует аккумулятор телефона но если аккумулятор не жалко и если ты хочешь мне кажется просто ты говоришь маме своей типа мам когда у тебя телефон типа сия новый купишь а дай мне свой старый и вот так пробовать по стриме то лучше такой вариант использовать чем приобретение какой-нибудь супер бюджетные веб-камеры но гораздо важнее не то на что ты снимаешь на то как ты умеешь работать со светом я кстати говоря не умею но точно на тот кто освоил это мастерство на максимум ему будет завидовать весь район в нашем случае нужно просто получить качественный бюджетный свет и я куплю софтбокс алиэкспрессе за полторы тысячи рублей а куда ты его ставить будешь да это неплохой вариант и да 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 но у меня такая хуйня была вот за вот эту палку просто куда у меня камера съехала куда куда но может быть чуть-чуть съехала я я помещаюсь все нормально были этот за вот эту хуйню к стене крепилась сейчас лучше взять и кто ковская кольцо блин сейчас самый прикол что когда я не знаю по поводу фиспекта с какого времени он снимает но когда мы на заре блять но даже в 2018 году мы стриме ли да там или что это снимали просто не было тик тока и из-за этого спроса не было большого на стримерские вещи вот вот но смотрите в ты продаешь веб-камеры да типа все заебумба ты вебки продаешь вроде у тебя должно быть все нормально да ты для кого будешь продавать вебки для людей которые в офисах работают и там ну просто приходит глава офиса и такой блять у нас 700 сотрудников 700 вебок покупаем или для стримеров который один для этих 700 стримит вот но когда появился тик ток тогда все нахуй поменялось потому что каждый теперь тик токер каждый теперь звезда надо делать более дешевые кольца и которые всем бы подходили и все такое на сцене если съехала окей сейчас я откачу снимать что-то на столе или если у тебя дохера место за компом но как стационарное решение именно этого не облома но мало подходит можно попробовать направить его в стену и чтобы от стены отражался свет на прошлых хоть я так делал и выглядела вроде как неплохо но опять же не удобная громадная хрень и для стримеров на мягко говоря не подходит для ютуберов да опять же на столе что-то снимается есть такая компания как эльгата у них очень дорогие девайсы но по сути они первые единственные начали создавать экосистему для стримеров конечно классно купить себе свет от эльгата за пятнашку стрим дэк за еще пятнашку и с помощью нее регулировать на кнопочку включения выключения яркости тусклость готов ли ты за это отдавать 30000 я сомневаюсь поэтому есть тупо аналоги свету эльгата как же охуенно что блять мне бесплатно на алиэкспрессе за 2000 или чуть ли не полный аналог эльгата за 4000 с такими же фильтрами которые тебя слепи хуясь а это по сути блядная кстати все равно слепит я положу не жалко разочных настойных ламп у них находятся внутри фильтры которые рассеивают свет экономия в четыре раза в данном случае лишает тебя лишь возможности удобной регулировки яркости стиле как я вот эту хочу хуйню просто попробовать хотя бы я не уверен что она мне нужна но это хуйня стоит 70 тысяч рублей вот я мне кажется тут все есть ну то есть мне и моего достаточно на ли фона или со стримдеке при том что итоговая картинка и качество самого света неизменно на каждой лампе подробно останавливаться не буду потому что их куча и лучше оставлю ссылки в описании мне кажется реально начинающему челу достаточно пойти просто либо на озон либо если очень срочно заходишь в торговый центр и блять у нас есть островки в торговых центрах блять где тик токовские кольца блять чехлы для телефона и тик токовские кольца берешь за 1000 рублей это тик токовское кольцо и все ты можешь настраивать блять не настраивать а если ты еще хочешь шикануть жестко для вы слышали туша не настолько громко включили музыку шаш сигнализация блеск работала я забыл блять о чем я нахуй говорил выберите что вам больше подходит по бюджету и по функционалу если могу добавить то что мне больше всего доверия к бренду юландии из-за того что надо если ты хочешь жестко шикануть подсоединяешь это кольцо к яндекс розетки которую покупаешь либо за 1500 рублей либо за 1000 рублей либо про и вообще на авито я не знаю сколько они стоят вот все это оформляешь подключаешь и говоришь там типа включи свет выключи свет все блять я от них голова для камеры стойка для камеры и мои друзья стрим подожди и ландии из-за того что у меня от них голова бля нихуя вот это крепление мне надо бы вообще это крутое укрепление вода камеры стойка для камеры и и мои друзья стримеры покупали собственно тоже именно этот цвет я просто гарантирую для ваших трансляции видосов чтобы записывать свое лицо это будет на голову выше всяких вот этих софтбоксов за полторы тысячи у меня примерно то же самое но у меня ну вот если еще одну треть добавить как бы они такие большие лампы альфа банк первым россии отменил комиссии за все переводы и платежи закажи лучше для стримеров и ютуберов сидеть и заниматься своим делом с кайфом а настоящий кайф получается в данном случае когда ты переизобретаешь велосипед то есть стойку для микрофона вот так выглядит стандартная г-образная залупа которая называется пантограф ничего не видно рукам неудобно и вообще пахнет дедом а вот так выглядит современное технологическое прогрессивное решение от наших друзей китайцев точнее у меня отель гата но я дурак просто тогда не было таких стоек за 12000 покупать кусок железяки хорошо что вы смотрите этот ролик в двадцать четвертом году ведь и файнов появилась своя низкопрофильная стойка которая в дима то хуйня мне она не подойдет они есть в белом цвете просто на секундочку закройте глаза и представьте как это красиво будет выглядеть с вашим белым микрофоном но красота и белый цвет это всего лишь бонус это удобство этой стойки ты можешь поставить за монитор вытянуть прямо себе в рот или также слева как стандартные стойки но не будет заграждать ваши руки при желании можно добиться там то у меня визуально так или иначе я не видел ни одной позы при которой бы микрофон не переграждал бы мне экран вот ну у меня вот так все стоит я вижу все экраны о что микрофон вообще не будет видно в кадре тогда вопрос зачем мы брали красивый мао на и фифайн но да ладно я буду топить за низкопрофильные стойки настолько сильно что я заказала для каждому своем она мне вообще не нужна в следующих роликах будет более подробный обзорчик на нее и вы скажете что 5000 это чуть вообще не бюджетно но среди низкопрофильных это самая дешевая сейчас стойка и это не то чтобы прямо необходимая вещь это вообще необходимое тем более но выглядит так как будто вот микрофон и есть на подставке вот как будто на такой просто подставке стоит и не выебываешься тем что ты самый крутой и самый богатый вот его ну когда вот так делаешь типа да такой вот выебоны где выебон это выебоны самое главное это хороший полтороженение покупать для того чтобы заниматься всякими вот этими я когда курсы проходил стримеров там было важно говорили что должен быть у тебя микрофон в кадре потому что ну тогда на подсознательном уровне твой зритель видит что ты вкладываешься в свое дело и ты как бы профессионально подходишь к своей работе в интернете но если есть возможности после того как купил себе нормальный свет вебку и микрофон можно задуматься и о стойке и непонятно почему уже состоявшиеся стримеры которые возможно меня смотрят до сих пор ее не купили мы продолжаем унижать альгата стримдек безусловно классная вещь но опять же главная фишка альгата и за что ты приплажная фишка альгата за то что это миллиард стоит это за экосистему и за то что они были первые в данном направлении как и уже сказал есть это покупают бюджетный китайский свет со стримдеки ты регулировать его не сможешь тогда собственно зачем тебе сама стримдека это классная штука да но 15000 недавно на зале переключать мне подписчик мне скинул вот это вот изобретение которое я заказал за 5 сейчас когда я звучу она стоит 6 но плюс-минус она дешевле в три раза очевидно она была куплена моментально чтобы сделать обзор но она еще ко мне едет из того что мы смогли раскопать в интернете про это изобретение это но естественно копия стримдеки что по функционалу у нее там внутри они просто даже если там не цветные экранчики это вообще похуй но за любому стримеру но я не знаю я я типа слишком привык что вот я пока с вами болтаю да вот такая вот хуйня происходит типа с выключением включением донатов там вот эта вся хуйня и скепипастили плагины то есть практически все что работает на стримдеке работает и здесь опять же кроме экосистемы и работы со светом например еще один минус здесь только китайский и английский язык я не представляю как вы это переживете сэкономив 10000 конечно же выводы делать рано и лучше вам дождаться моего полноценного обзора на эту штуку но пока что выглядит так как будто бы эльгата сдают свои позиции если они не предложат что-то кардинально новое на рынок если они не будут снижать цены то как будто бы зачем переплачивать десятки тысяч рублей за экосистему а в так называемый я надеюсь что она к нему доедет и на это надо в обзор увидеть потому что это реально важно по сути только регулировка света ну и настройки вебки если у вас вебка от эльгата что я очень сильно сомневаюсь короче годнота заочно могу посоветовать всем стримерам но лучше дождаться полноценного обзора следующая часть ролика будет посвящена больше советам и всяким микро штучкам нежели конкретным гайдам по покупке чего-то начать я хочу вот с такой палки который крепится к столу как кронштейн на нем у меня такое прикрепить вебку телефон меня поэтому когда я по столу еще и даже свет который я раньше советовал стоит немного экономит место много и делает все гораздо эстетичнее и возможность вообще за мониторы поставить хоть что-то клавиатура для стримера и какого-нибудь летсплейщика должна быть тихой чтобы не отвлекать вас от вашего голоса по сути вам просто не нужно брать кликающие свечи и на один микрофон кто-то ты нам подарил всем до оказывается конкурентов то устранял все это время и вообще не будет слышно клавиатуру но можно еще больше заморочиться и даже на конденсатор на микрофоне сделать так что клавиатуру не было слышно вообще это сайлент свечи есть подобные свечи поставить еще какую неплохую кастомку с шумкой нормально так еще и положить клавиатуру на коврик которая будет во весь стол вообще получится бесшумная клава коврики вы знаете какие нужно брать не просто так я их создаю а вот насчет сайлент свечей и бас для клавиатуры и сами уже готовые решения я оставлю ссылочку в описании на самые бесшумные решения парочку слов про кресло лично мое наблюдение гораздо приятнее смотреть на человека который сидит не в геймерском пестром кожаном кресле в каком-нибудь ортопедическом либо офисном это выглядит банально дороже и более стиль ну допустим да но и ну я на нем сидел это пиздец а вот это пацаны совет просто имба 500 рублей когда это да честно скажу подсмотрела носи пути курок рида мне свободе . за это стыдно но штука реально годная преломляющая света джебе я не такая стоит очкам которая очень классно проецируется на стену или допустим на вашу полочку с приколами стоит копейки а при этом не выглядит как скучная джебе ленточка которая буквально у всех сейчас есть если у вас же компания ту или вы хотите кому-то подарить что-то не знаете что то это действительно классное приобретение просто даже как ночник использовать советую приобрести всем буквально дешевая красота какие наушники за счета еще можно по блютусу предложения скачать на у sony такая что вообще для стрима самый удобный красивый это logitech g435 но все мы знаем проблему с отвалом свистка у этих наушников хорошо если у тебя такой проблемы не будет это будет лучшее приобретение но я допустим стримлю вообще без наушников на колонках и да звук у меня не двоится даже на как вот вот как сделать так чтобы не двоился звук я бы тоже может быть бы попробовал сатур на микрофоне союз а если ты купил себе динамический микрофон то может ему реально позвонить попросить настройку какую-то более можешь попробовать посидеть на колонках это банально в кадре будет красивее выглядеть а наушники допустим как я одевать когда ты заходишь кому-то в дискор это хотя бы нормально разговариваешь с кем-то то есть когда уже звук начнет двоится для собеседника но на стримах такой проблемы лично у меня нету не знаю почему все остальные до сих пор не попробовали сидеть также я это посмотрел у мэлшера спасибо ему за идею потому что я бы так бы и думал что но у мэлшер это микрофон блять направленный к нему в рот звук двоится ну и финальный совет все что сегодня причислил вам с мэлшером иногда бля невозможно ты когда блять берешь что-то кричишь ему сука слышишь себя не постоянно и первый месяц когда он начал играть без наушников блять на стримах я постоянно говорю блять откуда двоится и эта тварь сидит молчит блять он знает что от него двоится ёбаный целый месяц нахуй да блять да ребята у кого двоится то блять у кого надо чтобы снимать видосики из я еще я специально когда короче мы во что-то играли я когда умер я вот так просто сидел и в дискорде смотрю и такой и смотрю блять вокруг мэлшера такой кружочек знаете блять в дискорде зелененький опять на твичах достаточно идеи желания и серьезно подходить к этому делу так как я сам стример очень часто получаю сообщение из разряда фиспект вот у меня микрофон что мне делать я его спрашиваю а у тебя есть телефон да тогда в чем проблема у тебя есть диктофон есть нейросети let's go ну вот я хочу стримить а у меня вебки нету но у тебя опять же есть телефон возьми использую камеру как вебку а я вообще ничем не могу заниматься у меня компьютер слабый гайды в интернете и как пользоваться прокси тоже существует ребят я начал заниматься ютубом когда у меня дота шла 20 fps записывал звук на микрофон за 500 рублей который был склеен клеем моментом ну как-то получилось же чё-то все что сегодня причислил это лишь улучшает и делает ваш контент качественнее но не делает из вас стример или ютубера я делал я за желание больше всего поражаюсь людей которые я хочу снимать видосы хочу снимать я не знаю это бан все я понял там уже по технике не будет вопрос это просто бан сразу но я не советую вообще покупать ничего из техники типа ну пока она у тебя не начнет заходить потому что какой смысл типа в чем смысл так ребята смотрю last видео и но с возможностью там да 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 сэр и донатор я прошу прощения здрасте еще дара дара я проебал уже 700 рублей много ночью еще раз зацени видос вам придется на в попу я пойду блять первый возможно последний мой донат смотрю тебя с нарезок по sp3 спасибо за стримы контент приятно просто и блять ребята знаете приятно играть и смотреть на фоне я вам честно скажу да но у меня из-за одного человека чуть-чуть о чем мы слишком перевернулись до этого меня чуть-чуть расстраивало то что типа ебать как охуенно типа засыпать по твоей стримы допустим я всегда такой злился думаю ну блять это же ты как бы говоришь что мои стримы настолько настолько скучные что ты засыпаешь или там ебать я работаю под твои стримы там или типа я сижу учусь под твои стримы а потом я понял ебать это я получается настолько комфортный для человека нахуй да что он меня просто включил фоном и занимается каким-то своими делами я настолько комфортно что он может под меня уснуть нахуй ну то есть это я уже как будто сроднился со своим зрителем думаю ебает а для меня теперь до этого я так вонял вот это еще случилось когда ну вот аутсайдер мне говорит блять я вот благодарен тебе за то что я такой вот какой я сейчас есть то что я дизайнер а я говорю а я тут нахуй причем ты дизайнера блять ты дизайнер ёпта не я дизайнер что и как я тебя сделал дизайнером он говорит вот все время со школьных времен я как начал учиться дизайнером как я начал делать свои дизайнерские штуки меня принимали на работу за издал что я делал свои дизайнерские штуки все это время ты был на фоне стримов и типа так или иначе какой-то ты был постоянно рядом со мной нахуй и ты не умоляю вот этого достоинства я такой нихуя себя в принципе ничего себе приятник нихуя вот-вот на вот-вот так что все мне теперь приятный как бы я на кайфе я начинаю понимать